ПЕСНЯ 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 КОНЕЦ 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 Ого! ДАС ИСТЬ ЯН МОДЕЛ МАРУСКА КТО ТЫ, ДЕВУШКА КОНЕЦ 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 Кто вы? Кто вас послал? Кто ваши товарищи? Где они прячутся теперь? Так. Кто ты? С кем ты была? С кем ты была? Кто? С кем ты была? Хорошо. С кем ты была? С кем ты была? С кем ты была? 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну, конечно. Все ушли и опять меня заперли. Но это ничего. Надо только не вертеться, сложить руки на животе, крепко зажмуриться, и тогда сразу заснешь. Вот так. Все равно не боюсь. Это мыша. Ой, ну что это? Кто-то под стол полез. Ой, как страшно! Нет, это мне показалось. Ничего страшного нет. И не очень темно. Я даже могу встать и зажечь свет. Вот встал и пойду. Это ничего. Это я наткнулся на стул. А скоро будет встало. Вот. Лампа. Ну вот, я и не испугалась. Теперь надо только смотреть под стол. Ну, там, конечно, никого нет. Ой! Так ведь это же киса от верстных жильцов! Здравствуй, киса! А я тебя сначала испугалась. На, кошка, кошка! Скок! Прыг, скок, прыг, скок! Ей на плечу горлоход! Прыг, скок, прыг, скок! Испугалась я, не везде! Прыг, скок, прыг, скок! Это кошка от соседей! Прыг, скок, прыг, скок! Прыг, скок, прыг, скок! Продолжение следует... 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 И вот Чузиземцы обладевают Москвой. Чузиземцы рвут на части русскую землю. Что? Можно мне всех, Михаил Яковлевич? Я опоздал. Остали, соли. И все же последовало спасение. Вторжение иноземцев объединило русский народ единой волей их изгнания. И народ от мала до велика поднялся на решительную и смертную борьбу. Вот почему в нашей отечественной истории эпоха смутного времени есть действительно великая эпоха. Вы, конечно, знаете, ребята, о Мининии и Пожарском? Знаю. Вот не только вожди народные. Чего, Зойка? А самые простые, безвестные люди показывали чудеса самоотверженности, чудеса храбрости. Ну-ка, 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 Зоя. Что ты знаешь о подвиге Ивана Сусанина? Ну-ка. Сусанин был простой крестьянин. Он был крепостным. Он жил в деревне Домнин, недалеко от Костромы. Там очень густые леса и мало дорог. Так, рассказывай дальше. Однажды к нему постучали. Он открыл дверь, а там были враги. Их было очень много, целый отряд. Они шли на Москву, но они не знали дороги и стали грозить ему и требовать, чтобы он их провел. Ну, и он пошел с ними. Они целый день шли лесом. Потом наступила ночь. Повалил густой снег. Но Сусанин вел их все дальше и дальше. А лес становился все глушей. Так что еле можно было пройти. И тогда Сусанин сказал им всю правду, что он их нарочно завел и что они теперь не выберутся отсюда. В предании сказано. Его пытали великими путками, мучили и кроили из спины ремни, но он в те поры ничего не сказал. Молодец, Космодевьянская. Ну, а дальше, дальше я знаю стихи. Это Рылеев. Можно я прочту? Читай, читай. Предателя мнили во мне вы нашли. Их нет и не будет на русской земле. В ней каждая чизну с младенчества любит и душу изменой свою не погубит. Кто русской по сердцу, тот бодрый, смело и радостно гибнет за правое дело. Ни казни, ни смерти и я не боюсь. Не дрогнув, умру за родимую Русь. Снег чистый, чистейшая кровь обогрела. Что ты, Боря? Что ты, Боря? Что случилось, Борис? Меня убили в Испании отца, ребята. Ой, Сая. Ничего, ничего, дети мои. Ничего. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот ты, комсомолка. Поздравляю. Спасибо. Ты лучше скажи, устав, хорошо знаешь? Хорошо. Ну, а что ты считаешь самым важным, не устали? Комсомолец обязан быть беззаветно преданным родине и быть готовым отдать за нее все свои силы. А если понадобится, и жизнь. Так. К этому мы все должны быть готовы. И всегда. Ну, вот сейчас. Сейчас пойдешь домой, будешь на керосинке греть ужин, а завтра пойдешь в школу, потом нужно будет учить уроки, все пойдет как обычно. А вот здесь в уставе, посмотри-ка. Вот. Всего через раз, две, три, четыре. Четыре строчки. Аккуратно посещать комсомольские собрания. Быстро и точно выполнять задания организации. Ну? Как ты, Нэн? Так и все это само собой разумеется. Ага. Само собой разумеется. Ну, правильно. Все это само собой разумеется. Правильно. Пойди-ка сюда. Посмотри. Ну? Что ты там видишь? Ничего. Ничего. А звезды? Ой, и верно. И какие яркие сегодня. А вот сначала ты их и не заметила. Потому что звезды, они тоже само собой разумеется. Много есть на свете такое, что само собой разумеется. Секретарь, который поучает, ну, вроде меня, собрания, нагрузки, выпуск, стен, газеты, учиться на отличные. Даже платы все какие-то скучные, обыкновенные. И все это, конечно, само собой разумеется. Я понимаю. Знаете, товарищ Шилов, я сама уже думала об этом. Это про географию. Про какую географию? А вот я как-то смотрела на карту и вдруг подумала, что вот в черной галине это река, а вот в коричневой краской горы, а звездочка это Москва. И вот я подумала, что вот если так просто смотреть на карту, то увидишь только какие-то черточки, полоски, точки. А вот если по-настоящему посмотреть, ты представишь себя сразу. Какая река длинная и широкая, и как быстро течет вода, и как туман подымается, как на горах тает снег, и как в Москве бьет часы на башне. Да-да, это верно. Очень трудно увидеть то, что уже давно, само собой разумеется. Но уж зато если увидишь, так самая обыкновенная, самая, казалось бы, на первый взгляд будничная жизнь, она засверкает. Вот как эти звезды, которые ты сначала изволила не заметить. Это верно. У тебя, Герка, какой номер билетов? Науку, смотри сама. Смотри, пожалуйста. Всего на три номера разница. Ну да, а в середине еще я, и, кажется, Борис еще. А Петька уже потом. Чего Петька потом? Обиделся. Нет, же вы говорили о том, что у нас в первых классах почти все комсомольцы. Прямо не понимаю, ну что она там так долго? А ты не беспокойся, я съедясь. Так до свидания, господи Мьянская. До свидания, товарищ Шилов. А мы решили, что ты пропала. Что так долго? Ну как? Можем поздравить. Ну, ушед. Само собой разумеется. Раз, два, три. Единоглас. Зойка, ты группор. Валяй. Электронную речь. Так вот. У меня есть такие предложения. Что вы? Что вы? Что вы? Это правило. Часая ползочка, просто с ума. Как пятила? А вы испугали. Правильно, просто с ума. У меня не зацепарки срок покупают. Ну и только паузы. Песень мне, чем газета, в костюме сошь. Он от кряка и открыть не умеет. Ну, то есть, как нет. Ну, то есть, как хорошо. У нас в своей физкультуре все худеют. А какого мне это с рыбами? Подумаешь, как бояться не так? Постойте, ребята, постойте. А бойся-то со старухами. А, б, б. Я только боюсь, Зойка. Вдруг я не справлюсь. У меня и так в истории нет. Ты, мама, боишься. Ты всегда боишься. Не знаю, как все, но я за себя отвечаю. А то все хорошо, ребята. Сумим, трепимся. А лучше браться за то, что наверняка можно успеть. А то потом разговоров не оберешься. Нахватились, засыпались, не упрямились. Кому это надо? На бумаге все можно написать. Знаешь, Леша, я недавно была в музее Ленина, и там есть день Ильича, что он за один обыкновенный день сделан. Так вот, я стала считать, и вышло 41 дело. И какие все дела. Так это Ленин. Ну да. А мы ленинский комсомол. Стой! Порядок, Порьков! В десятку попал! Космодемьянская. На линию огня. Спокойнее, Космодемьянская, спокойнее. Кстати, точнее. Держи руку. Опять! А кто тебе позволил заниматься футболом? За десять дней пять стекол? Заплом эта физкультура? Ну, понимаешь, все этот... Беленький, сперва. Я его в ворота, он из ворота. Я его снова... А ну? Не прощала бы мне. Не показали? Не рву, не пустите. Не рву, не пустите. Поехали, не пустите. Поехали, не пустите. Ну, чего ты пустишь? Брожалы такие. В клад не пускают. Ногти у меня для них недостаточно чистые. Ну, покажи. Земельюшка, чернозёк. Так ведь это же масло, понимаете, машинное. Это не отмывается. Мы с съемкой модель в техническом собираем. Придется пропустить девочки. Грязь-то трудовая. Походи. Походи. Ну, понимаешь, корень в квадрате. Его нужно извлечь. А икс... Мы будем... Ничего, ничего не понимаем. Вот не способная по математике. Вот не способная и всё. Если бы тебе половину моих способностей по математике, а мне бы их протирать дурьба. Кстати, как тебе было слигбезом? Ну, что любез? Ничего любез, успеваю, старушки. А ты каждый четверг ходишь? Не пропускаешь? Ну, вот привязалась. Ну, хожу, само собой разговариваю. Как вы там? Зойка, ты должен мне ещё по хронологии помочь, а то я всё время путаюсь, какой царь-то... Ну, давай, давай, ладно. Ну, смотри, значит, извлекай вскоре. Вам чем? Я сегодня должен не заниматься. Я из 201-й школы. Чем заниматься? Как чем? Мы послали к вам одного нашего комсомольца. Ликвидировать безграмотость. А, постой, постой, это что, такой белобросенький? Ну, да, шамит. Да, вновь ликвидировал. Как? Так, два раза был, а больше его и не видали. Видите, он заболел. Заболел? Ну, да, заболел. И теперь буду заниматься я. Вы кто? Правдом. Так вот, товарищи, правдом, я вас очень прошу, к следующему четвергу оповестите всех неграмотных. Я не знаю. Сколько раз я их собирала, а теперь не всякой доверии потеряю. Ну, я, конечно, виноват. Я это знаю. Но дело было так. Мы с Петьей Васильевым стали строить буе. Ой, ну да, буе. К зиме, на химку. Ну, и очень увлеклись. Ну, и просто у меня не хватало на все время. Ну, а тут еще одна старуха сказала, что ей в могилу пора не учиться. Ну, вот я и... Ну, в общем, все. Так, ладно. Ну, что скажешь группу? Фомин не выполнил взятых на себя обязательств. Кроме того, он комсомолец, поступил нечестно, соврал. Я предлагаю дать ему выговор. Строгий. Заяц, постой. Я с тобой не разговариваю. Уйди. Ну, почему, зайчик? Ну, я же получил строгача, теперь же все в порядке. Пойми, ты мне больше не друг. Понимаешь? Не друг. Ну, как не друг? Нет. Ну, как ты мог? Как ты мог? Братья, глядя мне прямо в глаза. Заяц, я же тебе не как другу соврал. А как крупого? Ведь мы же по комсомольской линии поссорились. А по-другому... Боже мой! Что ты за чушь порешь? Что ты несешь? Я вижу, нам действительно не о чем с тобой разговаривать. И, пожалуйста, я тебя очень прошу, будешь ко мне не приставай. Ладно. Собственно, куда вы торопитесь? Как куда? На либез. По-моему, это не входит в ваши обязанности. Можете отправляться домой. Сынок! А, сынок! Что, бабушка? Что-то у меня рука дрожит. А вы не нажимайте так, бабушка. Не нажимайте. А палочки валите попрямее. Вот. А по-моему, это понятно, что сейчас происходит. Конечно, лучше, чем копии щипать. Но только, девушки, если все это на самом деле будет, я кровь видеть не могу. Мне сразу нехорошо делать. Заяц, мне нужно поговорить с тобой. Девушки, я вас сейчас догоню. Ну? Ну? Разговор будет очень серьезный. Говори. Так вот. Я хочу тебе сказать. Хочешь сказать, а молчишь? Одним словом тебе ужасно прошу, Заяц. Давай помиримся. Идем. И знаешь, все последнее время я хожу такая счастливая, такая счастливая. И все мне как-то сразу отходит. И дома, и уроки. И с мамой как-то по-особенному дружим. И все время столько мыслей приходит в голову. То я мечтаю, как я буду писательницей. А то мне кажется, что самое большое счастье это быть учительницей. А то еще и еще. И так все это хорошо, что иногда я сама себя останавливаю. Зойка, а не слишком у меня это безмятежно у тебя получается? Ведь уже во всем мире война. И, конечно, нам тоже предстоит воевать. Но знаешь, тогда я вспоминаю всю нашу жизнь. Все, что я своими глазами видела. Вот я уверена, что именно нам, именно нашей стране предстоит совершить такое, какого еще никогда не бывало. И это ничего, что мы росли счастливые. И что герои наши добрые. И подвиги тоже добрые. Нет. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Тебе не кажется, что все это слова, которые всегда просто так говорят? Ну, что все это само собой разумеется. Очень хорошо понимаю, знаете. Я ведь только меньше рассуждаю, чем ты. По-моему, если надо будет воевать, то и будем воевать. Ну, а уж если будем воевать, то само собой разумеется, победим. И от этого будущее, мне кажется, еще счастливее, еще светлее. Ведь тогда изменится весь мир. Ведь не может быть, чтобы люди, наконец, не поняли. Они поймут. Нет, ты только подумай. Как хорошо, что именно мы должны будем сделать это. КОНЕЦ 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 Михаил Яковлевич, что с вами, Михаил Яковлевич? Филин, миленький. Котюшка, беги скорее за доктором. Нет, нет, не надо. Меня оглушило немного. Ну вот, дети мои, они добрались до наших книг. Да ничего, ничего. Да помогите мне встать. Чего? Мы не позволим им и уничтожим их. От них не останется даже следа. Я это знаю. Я, я старый филин, дети мои. Он уже не отклик. Мы только на минуту. Только проститься и все. Как же так? Я почему-то мне раньше ничего не сказала. Ну, понимаешь, Заяц, ведь мы с Петька бляли, что у нас ничего не выйдет. Ну, что помешает возраст? Мы, ну, и не хотели раньше времени болтать. Нас даже сначала и слушать не хотели. Но мы им того же все доказали. Ну, Зой, такую вузу заварили. В общем, нас привели. В школу. Я был танкистом. Как отец. Понимаешь, Заяц? Как отец. Ну, понимаешь, Заяц, у нас ничего не выходило. Но потом, когда уже получилось, ну, то, как всегда, бывает, все вдруг сразу. Ну, и сразу вот оформили. И сразу нужно отправляться из Москвы черти куда. И мы еле-еле успели забежать к себе. Ну, вот и все. Грозные дни, когда враг подступал к Москве. В Колпачном переулке у здания Московского комитета комсомола день и ночь толпились тысячи комсомольцев. Они хотели только одного – защищать Москву. Помните же, товарищи, постоянно помните. Вы из Москвы. Вы – комсомольцы Москвы. Пусть же ваши боевые дела будут достойны высокого звания комсомольцев Москвы. За Родину! Из лучших отбирали лучших. Создавали из них отряды. Многие уходили в партизаны. И все они покрыли неувидаемой славой боевое знамя ленинского комсомола. И все они покрыли неувидаемой славой. И все они покрыли неувидаемой славой. Пришла? Само собой, разумеется. Пришла. Это ты, Зоя? Я, мамочка. А я беспокоилась. Тревога за тревогой, а у тебя все нет. Ты что-то постриглась по-новому. Совсем как мальчишка. Мамочка, я ухожу на фронт. На фронт? Как на фронт? Дама-музская. Втылка немцев. Партизаны. Ой, Зойка. И, мамочка, у меня на сборе всего три часа. Мамочка, мамуська, ну не надо, ну не горюй, милая моя. Ну ты же понимаешь, мамочка, ну я не могу иначе. Мамочка, Заяк. Ну, мам. Пойми, мамочка, все уже решено. Вспомни сама, чему ты всегда меня учила. Мам, я не могу быть другой. Да, ты не можешь быть другой. Спасибо, мамочка. Мам, пойди сюда. Я вам что-то не помню, почему это сохранилось. Ты не знаешь? Помню. Ты была маленькая, а папа пришел с работой, а я тебе рассказывала сказку. Это было совсем недавно. А теперь его взорвали. Да. Мы строили его для вас. Отдавали последнее. Мы спали ночей. Радовались. Вы строили. А мы росли вместе с ним. Все равно мы же не сможем жить без него. Мам. Радовались. Радовой. Радовались. 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 КОНЕЦ 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 Спасибо. Танюша, вот выручок. Это я не Таня, я Зоя. Вот. Прости, пожалуйста. Понимаешь, здесь у меня в Москве девчонка, Танечка. Думал я, что каюк мне. И вдруг показалось, будто моя Татьянка шасть, и ваших нет. А это ты. Вот ведь как. Ну, давай с тобой. Да. Хоть близко Москва, а далеко. Пошли. Значит, на заслон нарвались. Да, чуть суетать стал. Пришлось прямо с ходу боем пробиваться. Убитых? Нету. Раненых? Легко четверо. Да вот один без головы остался. Это как же? Да шапку я с горяча принцем оставил. А они вот и ржут. А ты не огорчайся, шапку как-нибудь новой сообразим. Ну что ж, товарищи, будем вместе Москву защищать. Петров. Председатель колхоз «Заря», нынче командир партизан. Судоров. Штарик подшипно. Это хорошо. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Зодов, Серпомолот. Это хорошо. Семечкин, Семен. Ну же, ладно. А это откуда такая делась? Комсомол послал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ 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 КИШИ, ДАРБИ СТУ? КТО ТИ? КТО? КОНЕЦ КТО ТИ? КТО ТИ? КОНЕЦ Биттесчон, Фроднен! КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Швальд! Штур! 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 С Akbar – function withyou! Штур! 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 Я отч Arrow, я пошеду тебя заморкает! Штур! Ты русен вальп. Даже умереть, чтобы сделать других счастливыми. А на самом деле, ты мне нравишься больше всех. Ну, вот ты комсомолка. Мы уничтожим их. От них не останется даже следа. КОНЕЦ 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 Ты чья будешь, девушка? Зачем тебе это? Сама-то ты откуда? Московская. Скажи, хорошая моя, как Москва? Хорошо в Москве. Долго терпеть нам муку эту? Недолго, милая. Нет, недолго. Поскорее. Господи. 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 Ноженьки мои, что с вами поделали, посекли, поморозили. Ходить мы вам по родной земле. Сколько жизни твоей не прожито! Как мне укрыть тебя, пригреть? Не пустить! Мученика ты моя, горькая! Как поминать-то тебя, я не знаю. Вспоминайте меня, Таня. КОНЕЦ 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 Ах-х-х-х-х Господи! Ох, Господи! Господи! Господи. Господи! Господи! Что вы такие печальные? Что невесело смотрите? Милые вы мои, все кончится хорошо, обязательно хорошо. А мне не страшно умирать. Это счастье умереть за свой народ, за свою страну, за правду. Москва, что вы так говорите? Вы, товарищи, будьте свелее, будьте сами, берите, жгите, рыйте фашистов. Царем зло победа будет за нами, помните, нас 200 миллионов. Прощайте, светлые. Прощайте, товарищи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова